Имущество на полтора миллиарда рублей оказалось у одного человека, владельца Гамма, Муссон и так далее, вот этих вот фирм. Как так, что без ни торги, ни обсуждения с предпринимателями и так далее. А на сегодняшний день вы отдаете только одну третью часть за 220 или 270 миллионов. Вот, это утеряли уже около миллиарда. Миллиарда только сходила. Да, и дальше. И далее, значит, плюс еще каждый месяц, каждый месяц и каждый год идет по минимуму, уходит этих денег около 200 миллионов. Вот и считайте, с 2010 по сегодняшний день это еще миллиард. Вот, два миллиарда вы отдали, отдали в частные руки. А как отдали? Как можно деньги, как можно муниципальное имущество отдавать? Здесь нет умысел. Значит, наше предложение. На сегодняшний день мы просим и требуем даже, чтобы были возбуждены уголовные дела, чтобы инициатором или заявителем выступила гороадминистрация, чтобы это было разъяснено все на сессии горсовета. Да, значит, да, чтобы наш директор сегодняшний или поставили, убрали Лукьяненко, а поставили еще масло, но с определенными полномочиями, с финансовыми, чтобы можно было отследить, куда все-таки уходят деньги. Куда уходят? Все вот эти деньги направить надо в бюджет города. У нас есть свои определенные предложения. Мы беседовали с директором. Я вот здесь встречаемся, чтобы выслушать ваше предложение. Да, значит, вручение. Вот, смотрите, сидят ряд специалистов. Чтобы специалисты включились, отработали предложения, предложили их в правовое поле. Опять встретились, встретились, все говорили. Вот из всего образа предложения, которые мы делали, мы на первом этапе реализуем вот этот план мероприятия. На втором этапе, вот этот план мероприятия, чтобы у нас общим не звучала цифра 2 миллиарда улельеев, вот у нас 1,2 миллиарда, как вы говорите, улельеев, это отдельная тема. Вы передали вчера материал, говорите, и проинциируйте обращение к прокуратуру и следственную жизнь. Хорошо, занимаемся. Это то, что уже случилось. У нас остается на сегодняшний день ОАО-комплекс. ОАО. Публичный. Ну, хорошо, я говорю. Вот тот наш блок, сектор, где 100% собственность муниципалитета. Вот мы с этим давайте разберемся. И вы говорите, мы знаем, как сделать, чтобы этот комплекс, который сегодня на 100% нам принадлежит, приносил в доход города 10-15 миллионов ежемесячно. Я с удовольствием, извините за выражение, вот так широко уши открыл, думаю, ничего себе. Хорошо, давайте вот это предложение, где комплекс наш есть 100%, а вот рассказывайте, что нужно делать, чтобы наш комплекс... Отследить финансы. Отследить финансы. Вот что наш комплекс, где имеется определенное количество торговых мест. Но надо учитывать, что и предпринимателя нельзя додавить. А додавить нельзя. Вот нельзя додавить. Давайте проведем фотографию. Вот давайте. Я с вами абсолютно согласен с посылом, что нам нужно провести фотографии. Нужно посчитать возможности предпринимателей и сделать для себя вывод. То, что принадлежит комплекс 500-700 мест, которые арендуют предприниматели, способны ли дать 10-15 миллионов? Я далек от этой мысли. С огромным. Если бы я не был, я бы 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 не был. Мы, давайте уже послушаем. Если арендная плата неподъемная, мы должны две вещи рассматривать. А, вопрос, ставить вопрос об арендной плате собой, да, и вопрос об издержках. Для того, чтобы получить прибыль в бюджет города, надо что сделать? Снизить максимальные издержки. Куда уходят деньги? Хотите ревизию привести? Мы хотели бы знать. Нет вопросов. Расклад тут надо... Сколько за два месяца у вас уже давно есть, да? Александр Николаевич, я не в ту сторону, не туды. Как? Не туды. Тогда в общем и фразами вы уже ничего не получили. А, вот так вот. Не туды. Тогда давайте туды. Правьте туды. Давайте. Правьте туды. Вы сейчас говорите следующее, Александр Николаевич. Я тогда вчера вам сказал, что есть 5-14 гражданского куза, самозащита нарушенных прав. Тогда еще сказал вчера еще, да? Вы это не слышите. Вы сейчас что говорите? Вот то, что сейчас мы оставили и ваши предшественники оставили вот этому Пауру комплекс. Вот от этого, ребят, мы будем отталкиваться. Но я же вам что говорю? Для того, чтобы сегодня, на сегодняшний год определиться, куда уходят деньги, сколько вообще денег получается, сколько, ребят, это все время. Необходимо просто пройти по рынку. У всех предпринимателей договора не с мусоном, не с десной руки, а с комплексом. Но все, кто работает на рынке, это не сделают, потому что покрывается до сих пор. Мы поможем. Сергей Иванович, мы вас услышали, то, что надо провести ревизию мест и кто работает на них. Кто это будет делать? Мы сейчас определимся. Это совершенно правильное предложение, с которого и нужно начинать. Абсолютно с вами согласен. Мы должны понимать и знать, сколько работает человек на рынке, куда они платят деньги. Это, как вы, бесспорно. Я первую фразу вашу услышал, но очень сопределяемся, кто это будет делать. Второй момент. Подача заявления, чтобы дотянуть, подать заявление Средственного комитета возбуждения уголовного дела от собственника. Подали. Если решать вопрос о возбуждении уголовного дела, определяется по фигурантам, что это было сделано с крушением закона, мы полное право имеем на постановление заявителя, если вы сами имеете постановление, перестановьте платежи и в бусону, в теснае и в гамму, все остальное делают платежи. И тогда уже деньги пойдут собираться полностью со всего этого объема в разном городе. А после этого, после этого возбуждения, пригласить сюда либо нанесенных следователей, либо сюда пригласить сюда собственника этого предприятия. И диктаж вот этих предприятий, мусона, гамма, и тесна. Хоть посмотрим на них вживую. Что я себе представляю. И кто несет эти денежки, каким образом, наличникой, наличникой собирают, либо собирают без наличного расчета. Без наличного нет. Моисеев, Моисеев, вот в 2016 году, начиная с мая месяца, жег документы. Жег документы. Вот у вас были машины, и жгли документы. И то мы успели выбрать кое-чего.